Всем привет, я Евгений Ковальчук и вы на канале WebDev, канале, посвященном веб-разработке и всему, что с ней связано. Добро пожаловать в очередной урок курса, посвященного библиотеке React Testing Library. В этом видео мы продолжим рассматривать тему событий, однако на этот раз мы поговорим о таком понятии, как пользовательское событие или User Event, а также разберем его отличия от Fire Event. React Testing Library поставляется с расширенной библиотекой пользовательских событий, которая создается поверх API Fire Event. В предыдущем уроке мы использовали Fire Event для эмуляции запуска пользовательских взаимодействий, но на этот раз в качестве альтернативы мы возьмем User Event. Основная особенность и отличие данного типа событий в том, что User Event имитирует реальное поведение браузера более точно. Если, например, Fire Event Change инициирует только события изменения, то User Event Type запускает события изменения и напрямую передает вводимые данные. Дополнительно, он содержит такие события, как KeyDown, KeyPress, KeyUp, что позволяет описать тест-кейсы более точно и подробно. Другими словами, User Event это максимально похоже на реальное взаимодействие пользователя и интерфейса тип события. Переходим к практическим примерам. Для начала, чтобы работать с User Event, нужно подключить соответствующий модуль файл тестов. В качестве сравнения воспользуемся тестом из предыдущего урока. Отличие будет фактически в одной строке. Fire Event я закомментирую, а вместо него воспользуюсь User Event Type, внутрь которого передам элемент поля и обычную строку. И это все. Посмотрите, насколько просто стало описать взаимодействие. Механизм работы, как при использовании интерфейса реальным пользователем. Он находит нужный input и вводит туда текст. Никакие объекты с Target и Value не нужны. Текст передается напрямую. В случае клика отличия вообще минимальны, так как никаких данных не передается. И тут будет достаточно просто изменить используемую функцию. Но, как вариант, в случае необходимости мы можем описать дополнительные опции. Как, например, были ли нажаты кнопки Ctrl или Shift. Все это указывается дополнительным вторым аргументом. Или, например, случай двойного нажатия. Скопируем блок с предыдущим тестом и обновим описание. Добавим функцию OnChange, которую передадим в наш чекбокс. После чего вызываем UserEvent.dbl.click и проверяем, какое количество раз OnChange был вызван. И еще один пример пользовательского поведения. На этот раз мы протестируем перемещение по интерфейсу с помощью кнопки Tab. Насколько бы сложно это не казалось изначально, в действительности все элементарно. Для начала нам понадобится разметка с элементами. Пусть это будет три input поля разных типов. Но, как вы помните, для CheckBox, Radio и Number доступна возможность фокусировки. Вот ее и следует проверить. Для простоты поиска элементов на каждой я добавил DataTestId. После чего с помощью функции GetAllByTestId находим все поля. А я напомню, что данная функция предназначена для поиска нескольких элементов. Возвращает она массив и из этого массива, используя деструктуризацию, мы вытягиваем input. А дальше все просто. С помощью UserEvent мы эмулируем нажатие на кнопку Tab. После чего с помощью утверждения ToHaveFocus мы проверяем наличие фокуса на элементе. Так как первый в разметке у нас CheckBox, мы проверяем фокус именно на нем. Далее операция повторяется и мы проверяем фокус уже на элементе радиокнопки и в заключении на поле номера. То есть мы идем как в стандартном интерфейсе сверху вниз. И заключительным примером разберем события Select. Как обычно начинаем с рендеринга разметки. В нашем случае это простой Select элемент с тремя опциями A, B и C. И значениями 1, 2 и 3 соответственно. Теперь переходим к тестированию. Для этого у UserEvent есть специальный метод SelectOptions. В него мы, как обычно, передаем наше поле. Роль элемента Select – это ComboBox. Второй аргумент – это значение, которое пользователь выбирает. В ожидании мы указываем, что опция A должна быть выбрана. Аналогичный кейс и для выбора опции B, только на этот раз в виде значения передается цифра 2. И дополнительно можно проверить, что с опции A выбор был снят. Теперь пару слов о GetByRole. Если вы не знаете роль того или иного элемента, то просто добавьте пустую строку, после чего посмотрите всплывающую подсказку. Делать это полезно, так как если в Select мы добавим атрибут Multiple, который позволяет выбирать несколько опций, то роль Select изменится с ComboBox на ListBox. И еще совет. Хорошей практикой считается использование UserEvent вместо FireEvent, так как в этом случае тесты максимально похожи на шаги реального пользователя. А как вы помните, это один из основных принципов библиотеки React Testing Library. Ну а на сегодня это все. Код из видео вы найдете в GitHub репозитории. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях. И не забывайте поставить лайк, если вам понравился урок, и подписаться на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока.